По статистике, от 30 до 50% смертей мужчин трудоспособного возраста приходится на последствия алкоголизма. От последствий зависимости мужчины умирают в три раза чаще, чем женщины. Проблема алкоголизма стала ключевой темой обсуждений во время круглого стола, который прошел в Самарском доме журналиста. Участвовали эксперты-медики, представители правоохранительных органов, члены общества анонимных алкоголиков. Нельзя ограничиваться таким узким, знаете, очень таким примитивным бытовым пониманием алкоголизма и цирроз печени. Это да, но это далеко не все. Это вот такая первая точка, которая затем расширяется на другие заболевания, в первую очередь сердечно-сосудистые системы. И это сейчас доказано. Алкоголь играет колоссальную роль в прогрессировании нарушений ритма и различных проявлений ишемической болезни сердца. По итогам марта количество правонарушений в состоянии алкогольного опьянения снизилось. Однако в таких условиях совершается каждое седьмое преступление. Реабилитация после алкоголизма – это первое, с чем работают психологи Федеральной службы исполнения наказаний. Касается это не только пойманных преступников, но и заядлых любителей выпить. Органы правопорядка часто проводят профилактические рейды. Сейчас будет более жесткий подход к этим вещам. И уже так начинается. Они же в сообществе не могут по одному употреблять. Они в сообществе сбиваются. Эти сообщества опасны. Что сообщество алкоголиков, что сообщество наркоманов. Детский и подростковый алкоголизм – одна из самых острых тем. Эксперты отметили, что эта проблема зачастую начинается с семьи. Поэтому специалисты стараются как можно чаще прорабатывать профилактику совместно с детьми и их родителями. Сначала психологи проводят диагностику всех родственников больного. Благодаря такой работе, которая длится обычно несколько лет с каждой семьей, преодолеваются не только психологические проблемы, но и возвращается качество жизни. Главное – побороть страх обращения к специалистам. Порядка 400 врачей первичного звена в Самаре занимаются проблемой алкоголизма. Стараются не допускать рисков пагубного употребления и оказывают поэтапную помощь. Александра Гусева, Михаил Ермоленко, Константин Головин. События.